меня зовут стас я приветствую всех на канале чок-чок сегодня мы будем проходить получать информацию будем так говорить о том как именно градируется дольное устройство и какие варианты есть указания градации для того чтобы вы более четко могли для себя понимать осознавать какие именно устройства вы хотели бы приобрести для своих охот ну и понимать какие устройства собственно говоря уже приобретены вами и что у вас есть на руках и чем отличие будем так горит тогда дорогие друзья в связи с отменой монетизации на ю тубе продолжение проекта возможно только с вашей помощью те видео которые вы смотрите это работа оператора монтажера автора редактора мы просим вашей поддержки и помощи даже 50 рублей это весомый вклад номер карты вы найдете в описании к этому ролику давайте начнем с того что в мире существует два основных варианта разделим их на два варианта градирование дульных устройств это указание дюймов указания миллиметрах к примеру если мы давай допустим берем скажем привычный нам на линейке смог на кикс кикс смог да то 00 плюс 005 это будет равно негативу потому что это будет плюс 0 125 миллиметра цилиндр соответственно цилиндр он и в африке цилиндр скажем минус 005 плюс и минус о чем говорит минус это значит сужение плюс это расширение то есть тут на расширение идет 005 негатив то бишь это вообще тупо раструб вот такой же как в мушкетах у мушкетеров был и и соответственно здесь это сужение уже идет 005 скажем тысячных дюйма в минусе это минус 0 125 миллиметра соответственно устройство называется скит да импровид цилиндр скажем если вы берете там компанию брайли к примеру да и другие компании вот и ци они вам пишут это значит 0 10 тысячных дюйма миллиметра сужения идет соответственно 25 миллиметра что такое сужение сужение это разница между диаметром канала ствола и выходным диаметром конуса какого-либо конусного устройства то есть либо это будет штатный чок либо системное дульное устройство системными конусами неважно то есть у вас на итоговых значениях будет разница между диаметром канала ствола будет вот именно указаны здесь значит величина сужения но вы должны понимать что фактическое сужение и геометрическое сужение это очень разные вещи и именно от недопонимания этого фактора вы иногда не понимаете почему у вас получок стреляет кучнее чем допустим даже полный чок да или скажем почему у вас 0 75 где 2 риски на штатном чоке стреляет кучнее чем полный чок да то есть вы не понимаете что физическое сужение то есть по факту которая при в момент выстрела физические показатели вот именно сужение они разные разные имеют совершенно показатели нежели чем геометрическое чем сужение то есть сужение которое создает сама геометрия совокупности деталей внутричокового пространства вашего ружья вот это нужно понимать и соответственно формирование инерционных послеконусных сил по совершенно по-разному происходит в оружии нежели вы можете себе представить не изучив этот момент мы его будем изучать поэтому я вам просто говорю что это так в предыдущей серии который вышел на нашем канале если вы по хана именно по хронологии посмотреть предыдущую серию про конуса вы поймете что там я уже частично это все затрагивал вот соответственно light мод это 0 30 81 миллиметра да то есть 0 15 тысячных дюйма либо если у вас на киксе указано 20 . это 0 20 на смоке этого это 0 20 тысячных дюйма другими словами это 00 51 миллиметра если точно то 0 508 тысячных миллиметра это модифайт и сад ну то есть получил по большому счету по вашей там какой-то непонятно какой специфики изречений потому что но понятие чок вообще не должно существовать в обиходе стрелка потому что это такое пространственное понятие непонятное то есть у стрелка у него точно должен должна в голове быть выражена величина общего многокомпозиционного вот именно показатели сужения по отношению к диаметру ствола раз смещенный ноль встречи снаряда на конусе 2 для того чтобы вы понимали физику сужения а которая всегда будет иметь разные показатели от геометрии сужения и так далее то есть поэтому такие понятия как чок-получок вообще надо выкинуть из головы если вообще хотите что-то понять в настройке дробового оружия и совершенно по-другому нужно научиться осознать все эти вещи и все эти позиции знаний для доступа к чок-чок премиум переходим по ссылке в описании нажимаем на нее и переходим на наш платный канал на бусте для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок или по номеру телефона вводим свой номер и полученный sms код подтверждения вводим любое имя и жмем завершить регистрацию теперь у вас есть аккаунт на бусте но видео пока не доступны для доступа к лекциям покупаем подписку нажимаем подписаться и выбираем срок на который хотим получить доступ к каналу нажимаем купить и выбираем банковскую карту вводим данные жмем оплатить и подтверждаем платеж теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки вот 0 6 635 это импровид мод это мы с вами перечисляем лишь стартовые геометрические показатели именно самой сверловки они совершенно не говорят о том какая и какая будет баллистика вашего выстрела потому что баллистика вашего выстрела и физическое сужение то есть то которое по факту будет оно будет зависеть от объема снаряда от его скорости от плотности залегания дробин то есть поражающего элемента внутри вашего дробового снаряда от мягкости либо жесткости значит и вашего поражающего элемента это будет зависеть от отношения сурьмы по отношению к дроби да то есть процент содержания сурьмы и свинца в дробу в самой дробинке да и так далее то есть это может заинную а также и соотношение альтернативных материалов которые используются для значит изготовления поражающего элемента дробового выстрела и так далее поэтому вот вкратце вы это все видите и как это все вычисляется у нас исчисление идет по непосредственно вот этим моментом по дюймам как вы берете 25,4 миллиметра это то бишь один дюйм умножаете один дюйм на указать упала показатель величины сужения в дюймах допустим 25 и 4 если умножить на 0.020 то вы получите как раз таки 0508 миллиметра то есть и переведете дюйма в миллиметр и у вас x составляющей этого уравнения будет именно вот это вот колоночка соответственно вы сможете всегда перевести дюймы в миллиметры еще раз если у вас 030 написано вы просто возьмите 25,4 миллиметра умножьте на 0.030 и вы получите 0762 то бишь как раз таки показатель того сужения который вам и нужно посчитать в миллиметрах перевести из дюймов в миллиметры ну и запомните вот что соотношение вот этой колонки по отношению к этим обоим колонкам отдельно чтобы знать что x full это всегда 040 это всегда 1 0 1 0 1 0 1 0 16 но это именно у нас верхняя часть вот наших суждений она относится к указанию значит величины сужения путем указания разности диаметров то есть мы указываем тут сразу уже величину разности между диаметром канала ствола и выходным диаметром конуса конусного устройства есть еще существует второй вид указания значит величины сужения которые больше используют профессионалы потому что для профессионала вот это это просто бутафория которая не имеет никакого вообще значения и я вам говорю я вам всегда смогу заставить даже скид стрелять не хуже чем 076 к примеру при определенных манипуляциях с боеприпасом просто мы еще до этого не дошли но у нас такие видео на канале будет я бы хотел чтобы они были вот именно с участием гостей канала не хочу даже сам ничего там делать буду говорить что делать вы будете это делать и у вас это будет так стрелять все даже пальцем не притронусь ни к чему просто напросто вообще хочу чтобы просто со стороны люди сами посмотрели как это легко все происходит мы это будем снимать так вот для нас для тех людей которые изучают дрова выстрел никогда не важно вообще вот эта разница нам нужен только исходный диаметр знать нам по нему всегда проще определять точку встречи снаряда на конусе кино вообще не важно вот это вся весь вот этот порожняк на который вы очень много столько внимания удивляете и пытаетесь умничать и говорить нутки умные слова там имеет никого значения больше именно поэтому такие профессионалы как допустим там компания джебс там паттер мастер карлсон и они используют в основном значит именно уже факт то есть факте и ну указывает фактический диаметр системы на выходе все для человека который нормально ориентируется в баллистике именно внутричокового пространство внутри ствольного точно понимает как работают конуса и системы на взаимодействии со снарядами им вот этих вот величин вполне достаточно ну то есть это не все величины которые могут быть я выписал лишь частично их да и как это рассчитывается если перевести в привычную вам ваше понимание величину сужения это будет выглядеть так если на устройстве написано 0 690 вы умножаете 0 690 на 25,4 то есть на 1 дюйм в миллиметрах и получаете выходной диаметр уже но самой системе 17 526 если вы хотите каким-то образом вычислить геометрию не физику сужения а геометрию всего лишь геометрию сужения вашего устройства по отношению к диаметру канала ствола и который у вас к примеру 18 и 4 вы просто берете 18 и 4 отнимаете 17 526 и получаете 0 874 сужение к примеру такое сужение устройств имеет устройство black mamba чтобы вы понимали если у вас допустим устройство написано на джепси скажем написано 0 695 это значит что вы должны умножить 0 195 на 25 4 десятых миллиметра то есть на диаметр в дюйме ну то есть на дюйм по сути на показатель дюйма вот и вы переводите это этот диаметр исходный конус до конусного устройства в миллиметра получать 17,18 миллиметров шестьсот пятьдесят три тысячи миллиметра соответственно если у вас показатель диаметр канала ствола 18 4 то вы тупо просто берете отнимаете от 18 4 вот эту цифру получившись у вас и получаете сужение 0 747 другими словами вы получаете ну совсем непривычные вам показатели сужение да то есть скажем вы привыкли там 0 75 0 76 а тут почему-то 0 74 и 7 к примеру и так далее да я вам даже больше скажу что вот эта цифра ну забегая немножко наперед сообщу вам что эта цифра она имеет примерные значения работа показывает вам не только значит даже не столько величину сужения в миллиметрах разницу между диаметров канала ствола и выходным диаметром а то есть если вы отнимете у такого устройства рабочий процент будет ну при почти 75 процентов конуса будет рабочим другими словами вот я взял доску от прошлого урока вот у вас если отцель до сель взять рабочий конус вот у вас бы там сто процентов вот показатель 0 747 будет говорить о том что у вас пример что у вас . на ноль вот именно начало старта рабочего поверхности конуса будет примерно вот показывать 75 процентов его рабочего диапазона и что у вас примерно только 0 25 процентов будет отнесено в нерабочую зону то есть в подвальный конус подвальным конусом мы уже проходили это является та часть конуса которая у нас не соприкасается со снарядом то есть она выводит на ноль геометрию самого вот именно рабочего конуса но рабочим нолем у вас может быть ну совершенно другая точка это все будет зависеть как я уже говорил от веса снаряда его скорости объема ну то есть от многих очень показателей характеристика самого боеприпаса и от показателей самого выстрела не только боеприпаса а выстрела ваши умные головы должны наконец-то к этому прийти потому что от диаметра ствола у тебя восемь на шесть не восемнадцати пять я восемнадцати четыре один и тот же патрон будет совершенно разные показатели выстрела давать потому что все на разные стволы используются соответственно одном и том же патроне при при использовании одной и той же системы в разных диаметрах стволах рабочий ноль внутри конусная система будет совершенно разным но для того чтобы определить значит рабочую зону для профессионала для него нужно заранее перед тем как он покупает это устройство но еще и понимать рабочее пространство конусная поэтому системных конусах величина сужения будет еще и показывать примерный ноль потому что система будет создана так чтобы у вас рабочий ноль и сужение в примерно в процентов как совпадали тогда это будет система идеально слажена именно поэтому чем ту же сужение тем тем рабочее пространство у нее будет на геометрической части заложено в более высоких показателях ночью и рабочая длина конуса действие будет 88 процентов тут 75 процент и чем шире конус чем чем меньше сужение тем соответственно у нас ноль сам по себе отдаляется значит от стартовой площадки поскольку усужение не настолько велико да на цилиндре этого ноля вообще практически не будет поскольку это ноль то есть у вас на цели на цилиндре при системном устройстве у вас будет все зависеть точка встречи снаряда на самой над самом цилиндре дульного устройства все будет здесь только от угла подвального конуса все там от системы вообще это никак не будет зависеть ноль как приведет но в рабочую зону так и начнется цилиндр такой же как диаметр канала ствола вот и поэтому устройство 0700 у него рабочая поверхность конусной части будет ну порядка 60 процентов и чем меньше будет сужение то есть 805 еще меньше будет 710 точка 710 еще меньше будет вот поэтому формула здесь очень простые берем просто 25 и 4 значит дюйм до умножаем на диаметр значит указаны на устройстве получаем диаметр именно диаметр именно диаметр исходный в миллиметрах и отняв от канала диаметр канала ствола исходный диаметр конуса системного или вашего обычного чока неважно в миллиметрах получаем разницу но эта разница она исчисляется здесь исчисляясь дает нам знание не только о значит разницах в диаметрах между диаметром канала ствола и исходным диаметром конуса но еще и сообщает нам пример но и примерный процент рабочего конусного пространства вот это тоже нужно знать диаметр конуса дульного устройства в его узкой части в дюймах мы обозначили значит вот так вот d с двумя точками и диаметр в миллиметрах значит диаметр конуса дульного устройства в его узкой части в миллиметрах все вот она простая очень формула расписано уже до не могу далее вторая формула тоже не менее проста берете диаметр ствола то бишь вот эту пока вот этот показатель отнимаете диаметр в миллиметрах узкой части конуса и соответственно получаете величину x как раз таки разницу в геометрии в геометрических показателях именно диаметра конуса и канала ствола все очень все просто и доступно еще проще уже некуда если человек этого не понимает даже вот как я рассказываю ну значит не дано помните как иисус сказал кто кому дано ну тот услышит и увидит кому не дано но не все не дано конкретно вот в баллистике то же самое если человеку но не давно все не давно просто не каждому же из вас давно ездить на машине да он может хоть сколько учиться все равно долбить эти тачки свои без конца так же и здесь все вот вот так и никак по-другому в общем я с вами не прощаюсь надеюсь что наши уроки приносят каждому из вас пользу вот если нравится как мы работаем ставьте лайки подписывайтесь на канал и не забывайте включать колокольчик чтобы не пропускать наши новые серии всем пока